Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Ева. Я рассказываю о своих путешествиях и о новостях туризма. Сегодня я хочу рассказать об Испании, которая готовится к туристическому сезону и ждет своих туристов в 2022 году. Мы были в Испании. Муж у меня был и в Барселоне, и в других городах. Я была на Майорке, это Болярские острова Испании. Также мы мечтаем съездить еще в Валенсию. У нас там живет сестра мужа, с которой мы, кстати, встречались на Майорке. У меня на канале есть такой ролик о нашей встрече. Через 22 года они встретились. Она с мужем живет в Валенсии уже более 20 лет. Итак, смотрим, какие же новости и что нам обещает Испания на следующий год. Мы очень ждем нового туристического года. Перезимуем и будем, я очень на это надеюсь, снова путешествовать, снова открывать новые страны, новые просторы. 16 декабря в Москве состоялась презентация направлений валенсийского сообщества. Валенсия – это большая, огромная провинция, которая включает в себя несколько городов, курортов. Это самый юг Испании. Она была посвящена новому формату путешествий и безопасному туризму в Испании. Это событие было организовано Туристической администрацией Коста-Бланки и Бени-Дорма при поддержке отдела туризма посольства Испании для представителей российского туристического сектора и СМИ. Они, ну и, наверное, Россия, очень надеются, что туристическая отрасль в Испанию снова восстановится и заработает с новыми силами, скажем так. По данным Испанского национального института статистики, в 2019 году Испания приняла 1 млн 311 746 тысяч туристов из России. Это перед самой пандемией. Получается, последний год, а в 2020 году уже Испания и другие страны уже закрылись. А валенсийское сообщество стало вторым по популярности испанским регионам у наших соотечественников. В этом регионе чаще всего россияне приезжают на курорты побережья Коста-Бланки, в частности в Бени-Дорм, а также в Валенсию и Аликанты. Аликанты, кстати, тоже очень популярный курорт в нашей России. Находится он где-то примерно 100-180 км от самой Валенсии. Это тоже самый юг Испании. Ну, Россия прекратила турпоток, в Испании, конечно, закрылась. В конце 2021 года эксперты испанские настроены были оптимистичны и они уверены, что в следующий год он станет переломным для туризма Испании. И очень надеются, конечно, на российского туриста. Как говорится, будем посмотреть и будем надеяться. Также пишут, что в Испании очень сильно уделяется внимание безопасному туризму, именно что соблюдение вот этих всех масочных режимов, дистанции и так далее, ПЦР-тесты и так далее, и так далее. Например, в Бени-Дорме, который можно назвать инновационным курортом, они первыми в период локдаунов ввели специальное такое приложение для записи на пляж. То есть люди перед тем, как идти на пляж, они должны в этом приложении записаться и приходить уже на пляж по записи, скажем так. Якобы это позволяет отдыхать на море безопасным отдыхом, соблюдение всех протоколов, всех мер. Не знаю, насколько это, конечно, работает. Также у них были разработаны еще некоторые другие онлайн-платформы, которые буквально в режиме реального времени помогают туристам смотреть, где какие меры безопасности, какие условия, достопримечательности, где какие они собираются посещать места, смотреть время работы, условия посещения и так далее, запись, не запись. Проще говоря, Испания очень большое, огромное внимание уделяет именно вот этой всей безопасности. Ну и так, что же может вернуть нас, туристов, в Испанию? Помимо цен на туры, конечно, на отдых, это их идеальные пляжи с наибольшим количеством голубых флагов, провинции Аликанты, отели с совокупным номерным фондом около 400 тысяч мест, а также прекрасная погода практически круглый год. В Южной Испании у них даже зимой минусы не бывает, у них всегда плюс, снега тоже не бывает. В этом регионе, так же, как и в Турции, 300 дней в году практически солнце светит. Вода в море остается теплой, даже зимой. Они купаются и в ноябре, некоторые, кто купается в прохладной воде, и в декабре купаются, и в январе могут купаться, и в феврале, то есть всю зиму есть такие, которые могут купаться вполне, но это реально, по крайней мере. Также у них очень распространено проживание туристов в сельских домах. У них, например, в самом Бенедорме 11 тысяч мест именно в сельских домах находятся. И вот в период пандемии, после пандемии, это будет очень хорошо востребовано, так как все-таки люди еще немного побаиваются, боятся контактировать, лишний раз стараются уединиться, отделиться своей семьей отдельно в отдельном домике и поменьше, скажем так, находиться, где большие скопления людей. Ну и, конечно же, привлекает российского туриста Испания, в частности, провинция Валенсия. Это большое количество достопримечательностей, так как все-таки люди любят прикоснуться к истории, помимо отдыха морского, еще же есть на что посмотреть и куда поехать. Например, в Валенсийском сообществе 6 объектов из списка наследия ЮНЕСКО, 116 музеев и выставочных залов. А также проводятся и различные фестивали, и народные праздники. А еще же, что немаловажно, что любят наш турист, российский турист, это гастротуры. У них это очень распространено, они большое внимание отдают кухне. Коста-Бланка, например, гордится своими 16 ресторанами со звездами Мишлен, винными погребами, а также свежими морепродуктами и овощами, которые выращиваются здесь же, на их землях. В ресторанах очень часто проводятся разные презентации, в которых также можно поучаствовать, посмотреть, попробовать, пообедать, в конце концов. Где еще увидишь испанскую кухню, как не в Испании? Ну и, конечно же, все это сопровождается очень часто музыкой, выступлением испанских музыкантов на гитаре. Также мастер-классы бывают по рисованию картин испанским вином. Вот такое тоже бывает в ресторанах. Ну и, наконец, про рейсы, про чартерные рейсы. Так как уже стало известно 20 декабря, уже Росавиация выдала очередные допуски на регулярные и чартерные рейсы в Испанию. Чартеры это в основном для аннекс-тур и интуриста. Авиакомпания Азор получила большинство допусков. Она получила допуски на рейсы в Барселону и Пальма-де-Майорко. Это вот где мы были. Это из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары. Цены из вашего города на туры вы можете посмотреть на сайтах туроператоров аннекс-тур и интурист. Ссылочки я прикреплю под видео. Смотрите, заходите, набирайте свой город и смотрите, сколько стоят в те или иные курорты. Сколько дней, сколько у вас человек. Итак, это была Испания. Что сейчас, на сегодняшний момент. Я с вами прощаюсь. Ждите нового ролика. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok